Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы смогли присоединиться к нам сегодня. Позади меня вы видите новый фон. Я хотела пригласить вас в особенное для меня место, в более семейную обстановку. Это наше ранчо в штате Колорадо. По другую сторону поля находится наш основной дом здесь, а позади меня однокомнатный домик, построенный моим сыном для меня, чтобы, когда у нас дома останавливаются гости, я могла тут уединяться. Добро пожаловать! Мы рады, что вы смогли к нам присоединиться. Пожалуйста, возьмите Библию и прочитайте вместе со мной Евреям, 4 главу, 16 стих. Я люблю этот стих. Он говорит о молитве, о проведении времени с Богом. Давайте прочитаем вместе. Евреям 4, 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Задумайтесь над этими словами. Задумайтесь о божественном приглашении, которое мы получили от престола. Приступайте с дерзновением к престолу. «Нас пригласили на аудиенцию у престола». Подумайте о всех тех людях в мире, с которыми вам хотелось бы встретиться и провести время, о ком-то, кем вы восхищаетесь в мире бизнеса или в любой другой сфере. И вы говорите, «Как бы мне хотелось познакомиться с этим человеком, провести с ним время». И вы только представьте, Бог предлагает Себя Самого. И Он говорит, «Приходите смело к престолу». Вот это грандиозное приглашение. Нет более великого приглашения, чем приглашение прийти и провести время у престола, прийти на аудиенцию к престолу, аудиенцию с самим Богом. Обратите внимание, Он говорит, «Приходите смело к престолу благодати, чтобы получить». То есть, престол – это место получения. Когда мы приходим в присутствие Божье, мы приходим туда верой. Мы знаем, что, встав утром, мы не можем сказать, «О, я вижу престол». Нет, мы приходим туда верой. Он приглашает нас, чтобы мы, высвободив свою веру, разговаривали с Ним. И говорит, «Считайте, что в этот момент вы прямо у моего престола». Вот куда наша власть в Нем и наше положение во Христе помещает нас. Прямо у Его престола. И Он говорит, «Приходите смело к престолу благодати, чтобы получить». То есть, ничто не останется без ответа у престола. Нет такой нужды, которая осталась бы не восполненной, если вы принесете ее к престолу. Престол – это место получения. Престол – это место обеспечения. Поэтому, когда вы нуждаетесь в обеспечении от Бога, знайте, что оно вам доступно. Мы знаем, что приготовленное нам Богом обеспечение уже на земле. Все деньги, которые вам когда-либо понадобятся, уже на земле. Необходимая вам помощь, дом, в котором вы нуждаетесь, работа – это все уже на земле. Но то обеспечение, которое уже есть для вас на земле, пришло от престола. И нам следует осознавать, что именно престол – источник всего нашего обеспечения. Итак, мы понимаем, что когда он говорит «приходите смело к престолу благодати, чтобы получить», это значит, что ничто не останется без ответа у престола. И еще, у престола нет борьбы. Все становится легко. Все становится просто. Когда мы осознаем, что мы в его присутствии, нет ничего трудного для Бога. В жизни может казаться, что что-то выше наших сил, что что-то сложно решить. Иногда мы сами все настолько усложняем и совершенно запутываемся в ситуациях и обстоятельствах. Но, знайте, для Бога все легко. Все просто. Ничто не сложно в его присутствии. Итак, уделяйте время тому, чтобы прийти в его присутствие. Именно там вы получите то, в чем вы нуждаетесь от Бога. Мне так нравится то, что много лет назад сказала одна женщина. Она не была проповедником или учителем. Она просто обожала молиться и была очень искусна в молитвенной жизни. И знаете, что нет такой вещи, как специальное призвание молиться. «Каждый Божий ребенок призван молиться». Результаты приходят не потому, что кто-то к этому призван. Нет. Просто чем больше человек посвящает себя молитве, тем более умелым он становится. Так вот, та женщина проводила много времени в молитве, и она стала весьма умелой. И я обожаю то, что она сказала однажды. Так часто люди говорят Богу, «Дай мне это, дай мне это, дай мне то». Они постоянно говорят, «Дай мне что-то». И она сказала, «Если бы вы уделили время, чтобы войти в его присутствие, это бы уже означало «дай мне». То есть вы бы уже получили то, в чем нуждаетесь. Именно в его присутствии мы получаем и берем то, в чем мы нуждаемся, верой. Нам нужно приходить в его присутствие. И именно об этом говорит этот стих. «Приходите смело к престолу благодати, чтобы получить». Хочу сказать о том, к чему склонно, наверное, большинство людей. Так часто, когда мы в чем-то нуждаемся, мы бежим к людям. Мы обращаемся к начальнику, к родителям, к родственникам, кому угодно, чтобы наши нужды восполнил кто-то здесь, на земле. Бог говорит, «Не делайте людей своим источником». Не давите на людей, чтобы что-то получить. Он призывает вас, придите к престолу, и вы сможете получить то, в чем вы нуждаетесь, там у престола. Я хочу, чтобы вы это увидели. Он приглашает вас прийти. Приходите в его присутствие. Как я уже говорила, нет, вы не увидите себя физически у престола. Но верой мы приходим туда. Верой мы понимаем, что когда мы говорим с Богом, мы у его престола. Я хочу, чтобы мы еще раз взглянули на евреям 4.16. «Приступайте с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить». Обратите внимание, мы приглашены смело приходить к престолу. Но тут не сказано, когда нужно уйти. Он говорит, придите. Но нет никаких указаний о том, как долго можно там оставаться. Он предоставил вам решать, сколько времени вы хотите проводить в его присутствии. Не он определяет, как долго вы будете в его присутствии. Он оставил выбор за вами. И вам нужно этим воспользоваться. Прийти и не спешить уходить. Научитесь, если можно так выразиться, проводить жизнь в осознании Божьего присутствия. Мы можем приходить сколько угодно часто и оставаться сколько захотим. В этом стихе также сказано «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Я хотела бы помочь вам понять кое-что о смелости. Смелость важна. Помазание выходит навстречу смелости. Чем вы смелее, тем большая степень помазания будет течь. Почему он говорит приходить смело? Потому что это свидетельствует о том, что человек не приходит с сознанием грехов. Он не приходит полное осознание слабости, недостатков и промахов. Мы люди. И у всех нас есть слабости, недостатки, промахи и несовершенства. Но если мы позволим этому постоянно оккупировать наш разум, мы не будем приходить к Богу смело. Мы будем приходить практически съежившись или с желанием отпрянуть назад. Мы не будем смелыми в вере. А нам нужна смелость в вере, потому что чем мы смелее, тем к большему помазанию мы сможем подключиться. Итак, он говорит, приходите смело к престолу благодати. И знайте, мы можем приходить смело, потому что мы очищены кровью Иисуса. Да, в нашей плоти могут быть несовершенства, недостатки, слабости и промахи, что-то в прошлом, чем мы не особо гордимся. Но кровь Иисуса очищает все это. И мы можем приходить смело по одной причине, потому что мы омыты кровью Иисуса. Иисус сделал нас праведными перед Богом. И Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему полное осознание того, кто мы во Христе, а не осознание ошибок, промахов, слабостей. Можно вам сказать, если вы согрешили, если вы ослушались Бога, если вы поступили неправильно, естественно, немедленно покаетесь. Но когда вы приходите и говорите с Богом, это не должно каждый раз начинаться с покаяния. Потому что если вы только и делаете, что постоянно осознаете, «О, Боже, я так много оступаюсь! Боже мой, я так сильно осознаю свои ошибки и промахи!» У вас никогда не будет смелости веры при таком подходе. Если мы живем с сознанием грехов, мы полны осознания греховности, значит, мы не осознаем, кем Он сотворил нас во Христе. Итак, да, когда мы оступаемся, когда мы согрешаем, мы обязательно должны покаяться, но потом мы должны приходить к Богу с дерзновением. И это угодно Ему, потому что Он говорит нам, что это правильный настрой и подход в приближении к Нему. Помню видение, которое было у моего мужа много лет назад. И позвольте рассказать вам обстоятельства, при которых пришло это видение. Мой муж разъезжал и проповедовал почти 50 лет. Основное его служение было на выезде. И однажды вечером он проводил служение исцеления в одной церкви. Много людей исцелилось, было очень сильное служение. Он вернулся в гостиницу и стал готовиться ко сну. И, конечно, клеветник братьев наших, дьявол, обвинитель братьев, любит напоминать все, что мы сделали не так. Все наши промахи. Итак, когда он вернулся в гостиницу, на него навалилась куча мыслей. Ты сплоховал. Ты не особо хорошо проповедовал. Ты это испортил. Ты то испортил. Ты мог сделать это лучше. Нужно было это лучше сказать. Мог бы вот это сказать по-другому. Обвинения заполонили его разум. Ну, так ведет себя враг. Все, что вас подавляет, все, что вас обвиняет, все, что заставляет вас почувствовать себя недостойным, все это приходит от врага. Он назван клеветником братьев. И вот мой муж попал в этот поток мыслей. И он думал, да, у меня на самом деле не вышла проповедь. Мог бы лучше. Я это не сказал как надо. То не объяснил как следует. Он подключился к этому потоку и корил самого себя. Это длилось весь вечер и на следующее утро. И я открою вам секрет. А может, вы уже поняли это на собственном опыте. После каждой победы, после каждого духовного продвижения, каждый раз, когда вы приносите плод для Бога, дьявол тут как тут будет обвинять вас в каком-то недочете. После каждой победы обвинитель братьев будет подбрасывать вам мысли о том, что вы могли сделать по-другому, что вы могли сделать лучше, потому что дьявол ненавидит вашу победу. Он будет атаковать вашу победу. Так и случилось. Мой муж провел служение, на котором многие люди получили благословение. И дьявол не собирался оставить это без внимания. Он напал на моего мужа с обвинениями. Храните свою умственную жизнь. Не позвольте своему уму снова и снова прокручивать обвинения и осуждения, то, что вас подавляет. Но мой муж поддался этому потоку. На следующее утро, когда он проснулся, над ним все еще висела эта туча. И вот утром он собирался, брился в ванной комнате, а все эти мысли крутились и крутились в его голове. Кто из вас понимает, что они продолжали крутиться, потому что он их принял? Научитесь распознавать мысли, приходящие от клеветника, и противостоять им. Бог не влияет на вас при помощи обвинений. Так с вами обращается дьявол. Когда Бог занимается вами, в ваше сердце приходит обличение. Ваш собственный дух убеждает вас, что вы поступили неправильно, и тогда вы каетесь в том, что вы сделали не так. Но когда обвинения просто накатывают одно за другим на ваш ум, знайте, что это не исходит от Бога. Он не влияет на вас при помощи обвинений. Знайте, что это враг. Отвергните это, противостаньте этому. Мой муж принял эти мысли, и они вертелись у него в голове, и они мучили его. Послушайте, когда Бог работает над вами, это не будет вас мучить. Вы можете осознавать, что Он говорит вам о необходимых исправлениях, но это не будет вас мучить. В то утро разум моего мужа терзался. Он просто поддался этому потоку. Он брился и плакал перед Богом, говоря, «Боже, я провинился! Я так много неудачных слов вчера подобрал! Я мог это сделать лучше! Я мог это лучше сказать!» Он соглашался с этими мыслями, и тут внезапно он увидел видение. Он увидел свою скульптуру, как бюсты исторических личностей в музее. Бог показал моему мужу изображение его в виде бюста. Бог сказал, «Это ты!» И Эд увидел, что это его точное изображение. И внезапно появился молот, и ударил бюст по макушке, и трещины разбежались по всей скульптуре. Эд сказал, «Вот об этом я тебе и говорю, Боже!» Он понял, что Бог показал все его ошибки, все его неудачи в качестве трещин на этом бюсте в видении. И Эд, плача, сказал, «Да, я знаю, это все мои ошибки, мои провалы, мои слабости». Но внезапно в этом видении он увидел, как кровь сочится и заполняет все эти трещины. И Бог сказал ему, «Кровь Иисуса покрывает тебя! Кровь Иисуса очищает тебя от всех твоих слабостей, ошибок, неудач». Понимаете, Бог не видит нас трещинами. Он видит нас восстановленными кровью. Вот почему Он говорит, «Приходите смело к престолу благодати, чтобы получить». Заметьте, Бог хочет, чтобы вы получили. Он не хочет, чтобы ваши нужды остались невосполненными. Он хочет, чтобы вы получили то, в чем вы нуждаетесь от Него. Но если мы не приходим смело, мы показываем Ему, что мы не осознаем, что кровь Иисуса сделала для нас. Нам нужно приходить смело из-за того, что мы знаем. Не потому, что мы все сделали правильно, а потому, что Иисус все сделал правильно. Мы можем приходить к престолу не потому, что мы все сделали правильно, а потому, что Иисус все сделал правильно. А мы принимаем ту праведность, которую Иисус нам дал. Он сделал нас праведными, чтобы мы могли приходить смело. Я хочу прочитать вам Исайи 43, 25. «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, и грехов твоих не помяну». Обратите внимание, Бог изглаживает наши преступления. Как Он это делает? Кровью Иисуса. Он их омывает, очищает. И смотрите, Он говорит, «Я делаю это ради Себя Самого». Почему? Он хочет действовать через нас. Он хочет жить в нас. Он хочет, чтобы мы сдавались Ему. Он хочет выражать Себя через нас. А Он может сделать это только через чистый сосуд. Поэтому Он очищает нас, чтобы наполнить нас самим собой и проявиться через нас. Но также, чтобы у нас был доступ. Он очищает нас, чтобы у нас был доступ к Нему. Послушайте, наш Отец сотворил человека, потому что Он хотел иметь семью. Он хочет общаться с вами. Он хочет общаться со своими детьми. И просто, чтобы общаться с нами, Он очищает нас кровью Иисуса, чтобы у нас был свободный доступ в Его присутствие. Итак, Исайи 43, 25. «Я, Я Сам изглаживаю преступления Твои ради Себя Самого». Если они изглажены, их больше нет. А затем Он продолжает. «И грехов Твоих не помяну». Обратите внимание на слова «не помяну». Это акт Его воли. Это не основано на чувствах. Это основано на Его воле. Он выбрал не помнить то, от чего Он вас очистил. То, что очищено, уже даже не существует, чтобы можно было это помнить. Он не хочет, чтобы вы помнили об этом. Как только вы покаялись, и кровь Иисуса вас омыла, в 1 Иоанна 1, 9 сказано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды». Заметьте, как только мы признаем. «Отец, я провинился, я каюсь, я благодарю Тебя за кровь Иисуса, который очищает меня». А покаяние значит, что вы меняетесь. Вы не намерены повторять это снова и снова. Ложное покаяние – сказать, что вы сожалеете и каетесь, и при этом намереваться продолжить это делать. Это ложное покаяние. Но когда мы по-настоящему каемся перед Богом, мы меняемся. И кровь Иисуса очищает нас, когда мы каемся. Итак, раз Бог говорит, «Я больше этого не вспомню», Он не хочет, чтобы вы это помнили. Почему? Потому что, если вы будете вспоминать все свои промахи, вы отстранитесь от Бога. Он настолько свят, настолько праведен, что если у вас есть мышление неправедности, вы отстранитесь от Него. Но нам нужно осознавать. Иисус – наша праведность. Нам нужно обновлять свой ум о том, что мы праведны. Мы не будем праведны, когда попадем на небо. Он уже сделал нас праведными сейчас. И именно так Он призывает нас приближаться к Нему в Его присутствии. Бог хочет, чтобы мы были смелыми в Его присутствии. Не подавленными, не отягощенными, не сдерживаемыми сознанием грехов, но полными осознания крови, осознания того, что мы очищены. Почему? Потому что помазание выходит навстречу смелости. Как я уже говорила, в Евреям 4,16 сказано, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить». Престол – это место получения. Всякий раз, когда вы в чем-то нуждаетесь, не давите на людей. Придите к престолу, и вы сможете получить то, в чем вы нуждаетесь. Престол – источник всего, в чем вы можете нуждаться. Я хочу, чтобы вы знали, в чем бы вы ни нуждались, какая бы нужда ни появилась в вашей жизни, Бог – источник вашего обеспечения. Он уже все приготовил, и мы можем смело приходить к престолу. Итак, нам нужно смело приходить к престолу, чтобы получить что-то для себя. Но я хочу, чтобы вы знали, что мы можем также получать для других. Не все научены Слову так, как вы. Не все научены даже тому, что вы услышали сегодня в этой передаче. Они не знают, что Бог хочет общения с ними. Они не знают, что Бог приглашает их прийти в Его присутствие, прийти к Его престолу и получить восполнение их нужд. Они этого не знают, но вы это знаете. Поэтому Бог позволит вам использовать свою веру, чтобы привести других в необходимое им обеспечение. Бог хочет, чтобы вы получили то, в чем вы нуждаетесь, но Он хочет, чтобы и другие получили то, в чем они нуждаются. Однако не все умеют приходить к престолу. Поэтому, как я сказала, мы можем приходить ради других. Если бы я пригласила кого-то к себе в гости, а этот человек не знал бы, как сюда добраться, я могла бы сделать одно из двух. Я могла бы дать ему указание, как до меня добраться, рассказать маршрут, или я могла бы сказать, «Я за вами заеду и сама вас привезу». И если бы у него не было машины, чтобы до меня добраться, то мне пришлось бы за ним заехать. Я бы его подвезла, и он бы приехал ко мне домой на основании того, что я знаю. Он может даже не знать, как сюда попасть. Я езжу по всему миру, и я бываю в таких местах, в которые я и не знаю, как доехать, но я еду с людьми, которые знают. И когда вы знаете, как приблизиться к престолу Божьему, вы можете не только принести свою жизнь к его престолу, но вы можете привезти других, которые не знают, как прийти к престолу Божьему. Вы можете прийти и привезти их в присутствие Божье. Позвольте рассказать вам небольшой пример. Одна служительница проводила собрание, на котором присутствовала смертельно больная женщина. И больная женщина сказала, «Я понимаю, что вы говорите об исцелении, но для меня все это ново. Я не знаю, как получить исцеление. До сего дня я никогда не слышала проповеди об этом. Мне нужно получить исцеление, но я не знаю, как это сделать». И служительница отвела ее в сторону. Это было так драгоценно. Она сказала, «Если вы готовы согласиться пойти вместе со мной к престолу, мы будем молиться, и я буду соглашаться с вами в молитве. Если вы дадите мне право согласиться с вами в молитве и использовать мою веру для вас, я не знаю, как вас исцелить, но я знаю, как привезти вас к престолу. Я знаю, как привезти вас в присутствие Отца, чтобы вы могли получить исцеление, в котором вы нуждаетесь. И женщина ответила, «Конечно, я соглашусь с вами в молитве». Тогда служительница просто начала поклоняться Господу. И больная женщина начала поклоняться Господу. И они поклонялись и поклонялись. Почему? Потому что слово говорит, «Входите во врата его со словословием, во дворы его с хвалою». Итак, мы приближаемся к престолу через поклонение и прославление. Служительница знала это и так и поступила. Она начала поклоняться и прославлять. «Поклоняясь, прославляя, мы приходим к престолу, приходим в присутствие Божьем». Больная женщина этого не знала, но служительница повела ее с собой в присутствие Божьем. И они поклонялись Богу вместе. Они оставались у престола, просто поклоняясь. Почему? Потому что именно это место получения. Приходите смело к престолу благодати, чтобы получить. Итак, они поклонялись и поклонялись Богу вместе какое-то время. И благодаря тому, что они делали это вместе, вера этой женщины была возгрета. И она начала поклоняться и поклоняться Богу. И стала больше осознавать Бога, чем свою нужду, свою болезнь, свое состояние. Какое-то время они продолжали вместе поклоняться. И спустя примерно полчаса та женщина, которая была больна, сказала, «Ах, у меня больше нет боли! Боже мой, боль исчезла!» Как так? Приходите смело к престолу. Приходите в его присутствие, чтобы получить. Драгоценная служительница, которая знала, как прийти к престолу, знала, как прийти в присутствие Божье, через поклонение Богу, сумела привести эту женщину с собой. Я хочу, чтобы вы знали, что у престола место получения ответа на ваши нужды, но также и на нужды других. Поэтому не забывайте приносить нужды других. Приносите людей. Приносите их нужды к престолу. Потому что у престола есть ответы на нужды людей. Какое благословение, что мы получили такое царское приглашение приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Помощь нам принадлежит, обеспечение нам принадлежит, ответы нам принадлежат. И все легко у престола. Поэтому каждый день проводите время в поклонении Богу и приходите в Его присутствие и живите с осознанием Его присутствия. Вам никогда не нужно оставлять осознание Его присутствия, потому что Он внутри вас. Бог да благословит вас. Жду следующей встречи с вами. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова